Всем привет! Продолжаем серию видео для тех, кто пропустил Супротек, посмотрим Супротек, пролог, плейлисты и дальнейшую группу в работе. Сейчас я хочу быстро пробежаться, всем моим подписчикам показать, кто следит, конкретно, чтобы следить за этим слабарем. Пробегусь по тюнингу, что я сделал, пока я пришел к работе. Уже тепло, даже, сказал бы, очень жарко. Пробежимся. В дальнейшем мы уже будем продолжать видео по тюнингу обслуживания этого автомобиля. Пока вас не было, я сделал что? Я поставил холодный впуск, прямой, Zero Sports. Он, во-первых, немного увеличен на сечении. Внутри прямой, отполированный, без гофры, как, если вы видели, стандартный впуск патрубок гофрированного пластика. Пластик греется, этот, значит, из нержавейки, не так подвержен нагреву. Двигатель раскален, этот холодный. Вот, значит, термоотводящая накладка BitRush. Японскую, новенькую, я взял себе с аукциона. Значит, пластиковая, конечно, красиво. Идут споры, конечно, и, в принципе, сомнительная красота этой накладки, я согласен. Но красота не главное. Это главная функция этой накладки. 1,2 миллиметра алюминия. Как вы знаете, термоотводящий, поглощающий свойства алюминия. Она забирает на себя тепло через воздух, через пятно контакта, где она прикручена. И быстро его через воздух отдает. Тем самым, понижая рабочую температуру двигателя, ну, не давая ему так сильно нагреваться. Значит, вещь хорошая, всем советую. Значит, здесь дальше что у нас? В принципе, я тут чуть-чуть проводку перебрал. Тут переложил все, там, что надо, закрепил, загофрировал. В принципе, сейчас тут все чин-чинарем. Так, по мелочи тут осталось. Патрубки мне силиконовые поставить на интеркулер. Все лежит на паста, на патрубки турбины. Вон они, видите, черные там. Значит, все лежит силиконовое. Также долговечное, понижает температуру. В принципе, что еще? Ну, кондишку я тут, в принципе, сделал. Сервис на обслуживание. И что я сделал? Я полностью вакуумизировал на итальянском оборудовании. Значит, советую сервис Tattachi. В городе Арсеньеве, кто у нас? Подписчики из города Арсеньева. Значит, грамотный специалист. На месте на итальянском оборудовании. Текса, по-моему. Проверил на утечки. Все нормально. Завакуумизировал. Проверил остаточное количество хладагента. Значит, А134 было 200 грамм. По мануалу 450-500. Ну, я не знаю. Сюда, скорее всего, никто не лазил. С момента замены мотора все-таки соединения, как он сказал, герметичными на 100% не бывают. В общем, заправил новый хладагент 134. 475 грамм. Все, сейчас морозит очень хорошо. Вот. До этого, конечно, да, что-то вот так он охлаждал салон. Ну, не так сильно, как хотелось бы. Такой воздух не сильно был ледяной. Когда стоишь в пробке, в принципе, ну так, нормально, комфортно. Когда едешь по трассе, да, куда-то, даже на первой скорости, минимальной морозит так, что аж холодно становится. Что еще? Поставил, значит, редкий фирменный байпас Pro Forge с пружиной на 2 килограмма. Что он делает? Он спускает избыточное давление обратно в систему, нежели как делают блоуфы, которые спускают наружу, да, издавая пшик. Этот байпас Pro Forge тоже издает пшик, но более такой протяжный и низкого тембра, похожего, знаете, как на JZ. Не как вот у Subaru, у Rips классический, да, такой высокий, такой пшик. Этот более протяжный такой и низкого тембра. Ну, потому что он не наружу травит, а в систему. Вот, там специальный есть канал специальной формы, который вот и издает этот звук и, соответственно, сам патрубок. Воздух, когда по нему идет, издает. Вот, установка все просто. Отключил вакуумник, отключил патрубок сброса, два болта. Открутил. Прокладка родная, в хорошем состоянии. Байпас Pro поставил через прокладку, прикрутил. Надел вакуумник, надел шланг. Ну, родной зажимной хомут уже не подходил, потому что немного меньше диаметр выпускного патрубка, да, там, на 28 миллиметров. А на байпасе на родном, там, 29 или 30. Ну, в общем, так он хлипко на родном хомуте сидел, который вот там. Этот, кстати, я тоже буду менять на силиконовый шланг. Пришел, поставил через обычный хомут, затянул, все нормально, ничто не травит. Проверил. Вот, будет установка, значит, фирменного японского датчика буст-контроля, механического, да, не электронного. Значит, буду его зацеплять, ну, вот на этот патрубок выпускного коллектора, там, куда он выходит, получается, найду. Ага, ну, вот он, этот шланчик вот сюда. Вот, потом, что еще? Ну, в принципе, все. Тут еще в процессе будет, у меня обклейка полностью айрбокса, термоотражайка, чтобы не так и грелся воздух. Замена фильтра, когда буду менять масло, нулевого сопротивления, ну, как бы увеличенного производительности. Но написано на сайте, что он нулевого сопротивления, HKS, в общем, который в штатный короб. Который моющийся, чтобы каждый раз не менять мне фильтр новый не покупать. Так, этот достал, помыл специально из комплексной жидкости, КНДН, очистительная жидкость и масло. И все, ставишь назад, и он написан до миллиона километров. Значит, ну, в принципе, что, все, под капотом, в основном, все. Ну, так, я тут отмыл его. Здесь я вот, что у меня было, чуть-чуть ржавчинки, я обработал антикоррозийным перматексом американской жидкостью. Она превращает ржавчину в грунт, но это так, временно, крышку я буду или менять, или красить. В общем, чтобы просто ржавчина не распространялась, обработала. Сейчас она черно-матовая. Ржавчину в грунт, в черный превращаю. Значит, ну, по двигателю все, в принципе, тут. Ну, как все. Замена трассы у меня на субботу, значит, полностью от штанов, правда. Штаны пока я не нашел. Придется там, купил специальные фланцы, переходники там, чтобы срастить трассу на 70-80 миллиметров с стандартными штанами, ну, или даун-пайпом, так называемые. А-пайп их называют, или гусь. 55 или 60 на турбовом. Ну, в общем, без переходников, без сварки никак не срастишь. Штаны я не нашел. Катализаторы я, не знаю, буду выбивать, нет. Ну, просто если выбивать там, разбирать эти штаны, там, защиту, я проще, наверное, все-таки найду этого. А-пайпа, даун-пайпа поставлю и все. Так, ну, в принципе, установка потом у меня мозга Pro Eiffel Pro на АКПП. Дельное видео сниму. Снятие отсечек, увеличение крутящего момента, мощности, скорости переключения передач, давление в автомате он увеличивает. Не знаю, как это работает, но на сайте их не поковырялся, графики посмотрел. Реальное увеличение есть на дино-стенде. Значит, потом установка системы зажигания HKS Twin Power мне идет. Вот здесь на косу будут цепляться, а не на катушке. В принципе, также увеличение крутящего момента, мощности, так как XCRA постоянная и одинаковой мощности, да, запуск лучше, расход уменьшается. В общем, ну, тоже я там на сайт зашел HKS, посмотрел графики, замеры и реально работает. Значит, поэтому все по кузовщине у меня, значит, замена переднего и заднего бампера. Оригинальные бампера пришли, правда, серого цвета. Вот, но это как бы покраска будет в круг все равно, с оригинальными туманками, с оригинальными решеточками. Здесь уже центральная, видно, поменяно. Вот, потому что уже ремонтированный бампер, там видно, стекловолокнотом изнутри я залазил. Ну, покраска фруктов, я уже говорил. Значит, самое главное у меня изменение, значит, я окончил шумоизоляцию полностью. Опа! Полов, арок, передней двери уже зашумлены, осталось задней двери, потолок зашумлен. В принципе, неделю я на это потратил, но эффект есть в машине тихо, даже с полуразобранным салоном, полусобранным салоном. Вот. Ну, установил распорку куска, но без происшествия не может быть, как больная тема. Сорвал одну шпильку, вот без гайки. Гайку сорвал, гайку я нашел, а вот шпильку, что сейчас шпилькой делать? Установка стойка у меня на четверг в круг всех с заменой пружин. Если мне не поправят плашкой резьбу, придется срезать, просверливать и на болт с той стороны вкручивать болт или прихватывать и, в общем, что-то мудрить. Ну, с форму мне там мой Алексей, знакомый с Анапой, обещал там скинуть фото, он как-то поправил тут, говорит, перешел на другую резьбу поменьше, гайку просто сделал другую. Ну, посмотрим. В принципе, не критично, но неприятно, конечно. Вчера это все произошло. Это, сказали, больное место, шпильки маленькие. Упоры эти убирать не стоит, уголки железные, да, потому что они распирают кузов и стойки, да, с жесткой такой сцепки держат. И желательно распорку поверх ставят. Некоторые ставят без нее. Соответственно, шпильки тогда длинные, все нормально, но я не знаю, как жесткость, понятно, увеличивается, но все-таки с уголками жесткость будет, как положено, по-правильному. Ну, тут распорка стояла, вверху распорка стояла, куска добавилась, тут, в принципе, шумоизоляция. Родной сабвуфер будет устанавливаться, куплена система Macintosh полностью от Blitzen. Голова, сабвуфер, 6 динамиков, ну, с пищалками, я имею в виду, сабвуфер тут у меня стоял, потому что тут система Macintosh стояла. Прошлый хозяин ее благополучно выдернул, заменял вот колонки на Focal, пищалки Focal, голова Alpine. Неплохо играет, но все-таки я склонен, я ее хочу привести к заводскому состоянию, как она была. Значит, как видите, приобретает оригинальный салон Blitzen потихоньку. Здесь и шумку закончил, ковры постелил, накладки пороги, вернее, целиком Blitzen. Здесь впереди Blitzen под карбон, закатана, здесь просто накладки. Значит, кожаный салон начался устанавливать вот Blitzen. Отличное состояние, я его еще пройду кондиционером кожи, и он станет вообще как новый. Значит, двойной подлокотник, эксклюзивная вещь установил кожаный, поменял всю консоль бороду от Blitzen. Она была в комплекте, так как у меня была царапана, это в идеальном состоянии. Значит, кожаный подлокотник, они идут на ланкастерах, но также мне помог Алексей Санапа, я его купил. Вон сюда без прямости становится, вещь обалденная, сразу говорю. Ну вот, в принципе, и все. Там еще что? Стойки, распорки, по двигателю я сказал, по тормозам замена шлангов формированных. Вот. Ну, в общем, все буду рассказывать там, может, всего не упомню. В принципе, перешел наконец на лето, купил по дешевке комплект литья Blitzen с резиной Pirelli P7. Отлично. В отличном состоянии, по дешевке урвал, доволен. Резина тоже не шумная, хорошая, трассу держит. В дождь, правда, еще не ездил, не знаю, говорят, в дождь. Есть у него небольшие минусы. Ну, вроде, водоотводящих канавок много, не знаю, почему такие отзывы. А, забыл еще. По двигателю будет установлен интеркуллер автомата КПП, идет уже, или сюда, или сюда. Ну, когда буду менять масло ВКП, предварительно я его закреплю, промерю, сколько шлангов надо, куплю шланги. К ним, когда приеду, когда сольем масло, переподключим магистраль. Будет в магистраль идти охлаждение контур на радиатор сначала, жидкости АКПП. Потом будет выходить из радиатора на кулер, проходить через кулер, и уже с кулера обратно в систему. Двойного контура будет охлаждение. Ну, поставим его где-нибудь, или здесь, или здесь посмотрим. Вот. Возможно будет замена усилителя бампера переднего, который, с распоркой телевизора, который идет на предыдущих кузовах. Не знаю. Это будет зависеть, как встанет кулер. Кулер охлаждения масла двигателя также будет. И мне ребята посоветовали, что если будет стоять такой усилитель с распоркой, то будет проблема с установкой кулеров. Ну, посмотрим. В принципе, телевизор достаточно жесткий. Он с самой балкой этот скреплен. Ну, я говорю, такие распорки идут на кузовах БН РСК, да, Б4 до рестайл, с 98-го до 2000-го года. С 2001-го идут уже другие немного усилители бампера и без распорок. Может быть, с весом боролись они, решили, что достаточно будет вот этой мощной балки, которая распирает телевизор. Ну, возможно. Может быть, не стоит мне это ставить. Ну, в принципе, и все. Так что... Если что-то будет, там этот процесс я буду рассказывать. Что-то с подзвуком у меня, по двигателю, по подвеске, по интерьеру, по интерьеру полностью будет работать. Если вы будете видео снимать, то все. Всем спасибо, подписываемся на пальцы на канал, ставим лайки. Так как, в принципе, что-то вы пишите там, что-то вам интересно, кто-то хоть спрашивает, кто-то, кто-то, кто-то спрашивает, кто-то кто-то любил, кто-то уважает ваши фабары. Они, кстати, все, в принципе, все в процессе, все для вас. Пока-пока.